Можно ли в Америке купить недвижимость дистанционно, не выезжая из своей страны? Если да, то как это сделать? Обсуждаем сейчас именно вопрос процедуры покупки недвижимости в США. Итак, как происходит процедура покупки недвижимости издалека, дистанционно? В Америке это действительно разрешено и популярно. Для этого вы находите объект, который вас интересует. Если мы говорим о инвестиционной недвижимости, то с этим все намного проще. Понятно, что вы его покупаете не для себя, вам не нужно его обязательно щупать, трогать, прочувствовать атмосферу, так как вы берете этот объект непосредственно для бизнеса и для заработка. Для этого вам достаточно прочитать информацию о понравившемся объекте на сайте Зилу. Возможно запросить дополнительный отчет по этой недвижимости у листинг-агента, то есть агента, который выложил этот объект, или напрямую у собственника, такие-то уже есть на Зилу. Кроме этого, вы можете, естественно, посетить этот объект, если вы находитесь в стране, или специально приехать, или же вы можете попросить видеопоказ того или иного объекта. В некоторых случаях, если мы говорим о совсем дешевой недвижимости, которая продается с пометкой «As is», то есть по-нашему «Так, как есть», в принципе, вам могут отказать в видеопоказе, да и вообще-то не очень принято, так как дом дешевый, вы, в принципе, можете на основании фотографий и дополнительной информации оценить весь масштаб ремонта, который предстоит сделать. И для этого, там специально ради этого, может быть, там агент, находящийся в другом городе, не поедет вам делать этот видеопоказ. Ну, в некоторых случаях, естественно, делают, если тем более агент где-то рядышком. Ну, как правило, действительно, дешевые дома забирают неглядя, ну, неглядя имеется в виду, без личного присутствия. Достаточно той информации, которую предоставляет агентство. Оно предоставляет довольно подробный отчет, если его запросить. То есть, помимо того, что выложено на делу, есть еще отдельный такой файл, где также все расписано по тому или иному объекту. Кроме того, естественно, вы можете заказать инспекцию, то есть, проверку этой недвижимости. Опять же, в случае, если мы говорим о дешевых домах под флиппинг, ну, вы можете провести инспекцию, но в это время вас может просто опередить другой покупатель, так как хорошие дешевые дома расходятся быстро и без всякой инспекции, просто на основании тех материалов, которые предоставляет агентство. Стоимость заказа инспекции, ну, недорогая, там 100-150 долларов, но на самом деле ничего нового, как правило, вы не узнаете. То есть, инспекцию заказывают в тех случаях, когда есть спорные моменты. То есть, например, проблема с канализацией или с водопроводом, она в доме или выходит за пределы дома, так как это действительно разная стоимость ремонтных домов. В этом случае действительно можно привлечь инспектора, который зафиксирует и скажет, что проблема кроется внутри дома, и тогда вы закладываете там стоимость ремонта, да, ремонт канализации. Если же проблема, например, выходит за пределы дома, то это уже немножко другая цена и привлечение уже, соответственно, местных там муниципальных служб и так далее. То есть, утяжеляет, скажем так, процесс и ремонта. Поэтому инспектор, в общем, приглашается по вашему, скажем так, усмотрению в тех случаях, когда есть спорные вопросы. Если же вы можете оценить ремонт или там привлечь компанию, которая может по принципу по фотографиям оценить примерно ремонт, то этого достаточно. И вы можете сделать предложение непосредственно на основании данных, которые были выложены в объявлении, плюс там дополнительные фотографии, которые вам, может быть, там прислал агент или собственник. Как делается само предложение или offer? В случае, если вам объект понравился и вы решили его взять, вы, как я говорила ранее, связываетесь с листинг-агентом, который его выложил. Или же собственник. То есть, это, скажем так, прямая продажа. В чем плюс сотрудничество с агентствами? В том, что агентство гарантирует вам, что собственник данного дома – это собственник. То есть, они проверяют, скажем так, первичную информацию юридическую и гарантируют, что вам те данные, которые подает собственник, они проверены, и вам об этом не надо думать. В случае прямой покупки вам нужно перепроверить, является ли действительно собственник этого дома. Собственником нет ли каких-то там отягощений, обременений у этого дома. То есть, в случае обращения через агентство, они уже это сделали. И вы можете быть спокойны, что тот дом, который они предлагают, а агентство, напоминаю, лицензированный, он действительно продается тем или иным собственникам. Как делать предложения? Поскольку Америка абсолютно рыночная страна, да, с рыночной экономикой, то, в общем, и предложения делаются как на рынке. Какие-то дома покупаются и делаются предложения дороже их выставленной стоимости для того, чтобы наверняка его купить. И действительно, продавец выбирает, скажем так, того покупателя, который предложит большую цену. Но это, как правило, видно, опять же, из ЗИЛу на основании данных по спросу, да, и сердечек, который вы можете проверить непосредственно под объявлением. Некоторые дома, наоборот, например, которые долго висят, вы можете предложить купить дешевле выставленной стоимости, либо, наоборот, дом, который только-только выложен, вы предлагаете купить со скидкой, но здесь и сейчас, то есть им не нужно ждать дальше своего покупателя. Короче говоря, предложение можно делать как в соответствующей той цене, которая выставлена на ЗИЛу, так и чуть дешевле, так и чуть дороже. Это предложение оформляется агентом в виде, по сути, такого договора. То есть это становится, это предложение становится и потенциальным договором купли-продажи. Просто в данный момент оно подписано с вашей стороны и с той ценой, которую вы предложили. А в случае, если продавец примет ваше предложение и его подпишет, это становится официальным документом купли-продажи дома, участка, квартиры, то есть недвижимости. Перед тем, как вы сделаете предложение, агент может у вас попросить подтверждение наличия у вас средств на покупку этого дома. То есть вам нужно показать выписку из банка или несколько выписок о том, что у вас есть необходимая сумма для того, чтобы приобрести этот дом, для того, чтобы не было голословных предложений, ничем не подкрепленных. Это вы показываете и также заявляете тот задаток, аванс, который вы можете внести для того, чтобы подтвердить свои намерения. Он бывает разный, но, скажем так, от 10%, а может быть и меньше, то есть это 5-10 тысяч долларов, в зависимости от стоимости объекта. При совсем дешевых объектах, скажем так, около 20 тысяч, вы заплатите от 1000 до 2000 долларов, так называемый аванс или early money deposit. Эта сумма, она является задаткой, и в случае, если вы не выкупите этот дом, она остается у продавца, в случае же, если продавец по каким-то причинам не продаст вам этот дом, он, естественно, ее вам возвращает. При этом эта сумма не является дополнительной, а является частью от общей стоимости покупки. После того, как продавец принял ваше предложение и подписал договор, его также, кстати, подписывает и агент, как третье лицо, свидетель и организатор этого процесса, в дело вступает нотариус или юрист по закрытию сделки. То есть это такой специализированный юрист, который занимается именно в этом штате, занимается сделками с недвижимостью и процедурой их закрытия. Соответственно, он берет на это примерно месяц, ну, скажем так, в зависимости от объекта, ну, примерно, скажем так, три недели, месяц, он проверяет все, что, всю документацию по этому объекту, уплаченные и неуплаченные налоги, так как после того, как он переоформит эту сделку, да, вы получаете недвижимость, скажем так, с чистого листа, да, то есть вас не будут беспокоить никакие прежние, там, обременения или же обязательства, там, налоговые и так далее, которые могли быть у предыдущего владельца. На это и берется вот этот вот месяц на переоформление. Он же, нотариус, выступает таким, ну, своего рода тоже гарантом сделки, и он же выставляет вам окончательный счет на закрытие, то есть после того, как он все перепроверил, убедился, что недвижимость свободна от каких-то обременений и может переходить в собственность другого, он выставляет окончательный счет, где прописывает в том числе стоимости за свои услуги, которые, как правило, составляют 3% от стоимости недвижимости. Нотариуса вы можете привлечь своего, ну, опять же, напомню, он должен, его лицензия должна действовать в том штате, в котором вы приобретаете недвижимость, либо вы можете воспользоваться или привлечь там нотариуса от агентства, которое вам оформляет эту сделку. На самом деле большой, опять же, разницы нет, так как нотариус – это незаинтересованное лицо, но лицо, которое очень заинтересовано в своей лицензии, и играть, и как бы нарушать какие-либо правила – это совершенно не в его интересах. Потеря лицензии – это очень большой удар. Также есть такое понятие, как title company. Чем же отличается нотариус от title company? В некоторых случаях сделку закрывает нотариус. В некоторых случаях, например, можно обойтись и без нотариуса, но привлечь title company. Title company – это такая третья сторона, которая независимая, которая выступает гарантом, как для покупателя, так и для продавца. То есть она принимает деньги от покупателя, потом передает ему документы на недвижимость, и только после этого переводит эти средства продавцу. То есть это, в общем, такой депозитарий в том числе. В чем же заключается отличие attorney, нотариуса, от title company? Да, потому что часть их функций, она пересекается. Действительно, в некоторых случаях, в некоторых штатах, можно обойтись без нотариуса и просто обратиться в компанию title company и закрыть сделку там. Та стоимость их услуг примерно такая же, как у нотариуса. В некоторых штатах наличие нотариального сопровождения обязательно. Нотариус – это еще и, скажем так, дополнительная проверка. Дополнительная проверка того, что все документы составлены правильно. Он выступает в ваших интересах. То есть у продавца есть свой юрист, у вас свой, да, который контролирует и перепроверяет всю документацию. Поэтому в некоторых случаях действует, условно, только нотариус, и он же выступает как, выступает в роли, скажем так, тайтельной компании и закрытия сделки, выставляет окончательный счет сам. В некоторых случаях участвуют юристы, продавца, покупатели и отдельно тайтл компани. Ну и в некоторых случаях обходятся без нотариуса, используется только тайтл компани. А как заключается договор, если все стороны находятся в разных местах? Правильно, после того, как агентство сформулировало, скажем так, да, ваше предложение уже в письменном виде, в виде договора, вы даете свои, во-первых, данные, да, имя, фамилию, адрес, которые включаются в него, а также электронную почту, куда вам приходит ссылка на такое популярное приложение DocuSign, которым сейчас пользуется большинство агентств и инвестиционных компаний и других институтов, кто связан с недвижимостью в том числе, вам приходит договор в электронном виде, где галочками отмечены те места, где вы должны подписать, там, либо поставить инициалы, либо подпись, и вы это делаете с помощью мышки и клика мышки, и после того, как он подписан всеми сторонами, он становится таким, скажем, подписанным документом, который юридически имеет такую же силу, как и любой документ, подписанный в бумажном виде. То же самое относится и к окончательному расчету, когда нотариус выставляет счет, то есть он готовит вам закрывающие документы, вы также их подписываете, точно так же через такую же программу, и, соответственно, после перевода денег вы получаете уже ДИД, то есть сертификат о том, что вы стали собственником той или иной недвижимости. В общем, все очень просто, понятно, и при этом надо отметить, что как минимум двое лицензированных специалистов участвуют, а на самом деле больше, потому что у покупателя свой юрист, у продавца свой юрист, и все эти стороны, они заверяют эту сделку, поэтому проверяющих, скажем так, сторон гораздо больше, чем вы и продавец. И на самом деле с самим продавцом вы можете лично ни разу не встречаться, не переписываться, так как, как правило, все это делают представители. То есть сначала это агенты, так как в некоторых случаях также у покупателя есть свой агент, а у продавца свой, в некоторых случаях это один агент, так называемый листинг-агент, тот, кто разместил этот объект, то есть он готовит эту сделку, но позднее юристы или и title company являются еще одной стороной этого процесса и курируют это все на каждом этапе, то есть вы здесь совсем-совсем не одни, а вокруг вас действительно есть какая-то большая команда, которая ведет весь этот процесс до его завершения. Кто платит агенту? Агенту, который выложил объявление, то есть если вы не привлекаете какого-то своего агента, то агенту, который непосредственно готовит сделку, который выложил объект, листинг-агенту, оплатит продавец. То есть в этом смысле на вас никакой дополнительной нагрузки нет. Позднее, когда вы сами захотите выступить продавцом дома и также решите нанять листинг-агента, который займется всей этой процедурой, вы уже заплатите примерно те же 2-3% от стоимости недвижимости, если хотите его привлечь в качестве посредника. Но это действительно гораздо удобнее, чем, скажем так, заниматься продажей самому, особенно если речь идет об инвестиционной недвижимости. Это сильно упрощает всю процедуру. Таким образом, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь и в какой стране, вы в любой момент можете приобрести недвижимость в США и стать счастливым обладателем дома американской мечты или участка земли на океане. Поэтому смотрите наши другие выпуски, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить другие обзоры по инвестиционной недвижимости в США. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!